Сейчас смотрите, либо на сайте, если вы переходите на сайте двойной клик по плееру, да, вы перейдёте на страничку Отвеча, и там нажмёте follow, также будьте в курсе, когда начинаются у нас какие-то крутые ивенты, когда будет стартует трансляция, но опять же, у нас освещается всё 24 на 7 без замены каких-нибудь, на какой-то канал. Всегда, постоянно у нас есть какая-то картинка, всегда у нас какие-то чемпионаты, реплеи, транслируются всё, что у нас когда-либо игралось. Да, ну и опять же, скоро будет очень много чего интересного, следите за новостями на сайте vgolig.ru и в контакте группе vk.com. Ну что ж, переходим к решающему бою, Нижнегород сейчас взял просто удачу за жабры и тащит её вверх. По-моему, сейчас Нижнегородцы победят, вот. Они действительно устроили камбэк, и я в это поверил. Посмотрим сейчас. Насколько бы хорошо не играла команда LoL Team, но сейчас вот я подозреваю то, что LoL Team снова что-то сделают не так, и они снова перестроили свою тактику таким образом, что играть станет труднее. Честно, вот LoL Team последние два боя смотрятся явно не так, как хотелось бы. Я вижу тот танк на центре, который будет носить много урона. Смотри, да, здесь снова точно такой же. Бернодер на позицию, Лакер Раша позади его, йо-йо-йо, и повторяют снова тот же... Я удивлён, знаешь, чем позиции Дирола, которая стоит вот здесь, как бы на сотке, не знаю... Сразу контр, вот смотри, вот этого вот выезда. Угу, да, я понял, да. Очень, ну, да, окей. Я думал, что на сотке можно неплохо дважды дать пробитие по сопернику, поэтому еще что-то не успею, если бы это сделать. Но вряд ли будет смотреть прям в этот вот проезд какой-нибудь.